Должно быть, я вешу. Сегодня вы сколько имеете килограмм? Много. Вот запишите свой вес сегодняшний. И сегодняшнее число. Запишите свой сегодняшний вес и сегодняшнее число. Сегодня седьмое. Да, седьмое. О, видите, хорошее дело. Седьмое, ноль седьмое, девятнадцатое. Есть. Хочу, вот теперь хочу откорректировать свою фигуру. Ну, ломя на этом. Хочу откорректировать свою фигуру. И, ой, вот тут где семьдесят пять килограмм, и ношу вещи какого размера, вот там, припишите, забыла, и ношу. Какой размер сегодня? Запишите его там, не бойтесь. И пятьдесят шестое, и пятьдесят восьмое. Я носила пятьдесят четыре, пятьдесят шесть. Это была катастрофа, ничего приличного в магазинах не продавалось. Суть была не в весе моем, а бесил поход в магазин. Куда не пойдешь, если что-то есть, пятьдесят четыре, пятьдесят шесть, и оно бешеных денег стоит, то, что нравится. А мешок не нравился. Вот это молодцы. И так, хочу корректировать свою фигуру. И какому числу? Дайте себе срок, год, полтора. Не думайте, что это будет занимать у вас месяц. Шесть месяцев минус, но лучше год. Дайте себе год, потому что если вы уберете резко вес, у вас будут мешки тут висеть, мешки тут висеть, мешки на животе висеть. Нельзя его убирать резко. Вы должны так. К седьмого, седьмого, двадцатого года и хочу вес, и хочу вмещаться в какой размер. Вес оставьте в покое. И хочу и носить, и носить вещи какого размера. Прикиньте себе, какой размер вы хотите. Вот сегодня ношу пятьдесят четвертый, а через год хочу вмещаться в какой? Конечно, не сорок четвертый, это глупо. Четко себя увейте. Что вы хотите, в какой размер вместиться? Выкиньте весь вес, потому что вес не играет никакого значения. Вот то, что вы уже написали наш вес сегодняшний, это такая мелочь, потому что у одного кости, у другого мышц, у третьего жид. Это все имеет разную, это как в том анекдоте. Что тяжелее, килограмм железа или килограмм ваты? Что тяжелее? Ну как мы сразу, а железо, что получается? Ой, железо ж тяжелее ваты. Или наоборот, ваты. Ой, куча, килограмм. Больше, конечно. А на самом деле и там килограмм, и там килограмм. По существу. По существу. Вот тут. Пишем. Великолепная фигура за 15 минут. Хорошая фраза. Правда нравится? Великолепная фигура за 15 минут. Снизу пишем. Книга, видео. Находим в интернете и книгу. Читаем сперва книгу. А потом смотрим видео. Но видео должна вести его. Там видео уже на эту тему очень много. Найдите именно автора этой книги. Грир. Чайльдерс. Грир. Чайльдерс. Вот именно, чтобы она пила этот ролик. И запомните, тут снизу пришите. 12 упражнений. Не надо вам усложнять. Из этих 12 упражнений три делайте лежа. Два сидя. Пару штук на стое. И последний этап. Вытягивайте шейку и ручку. Вы их увидите. Вот самое главное, что это ленивая зарядка, которую начинаете делать на голодный желудок, утречком проснувшись. Для начала она занимает минут 40-45. Когда вы выучите все 12 упражнений, она занимает 25 минут. Но в начале, чтобы выучить эти 12 упражнений, поставьте себе в голову 45 минут. Я должна найти. Самое главное в этих 12 упражнениях это ваша голова. Загрузите ее. Ура! Я за год буду вмещаться в ту одежду. Каждый день для начала начните хоть пару упражнений делать, если лень все 12 сделать. Сперва хоть просмотрите несколько раз видеоролик, потому что он есть на английском, есть на русском. Это зарядка. Я ее делала полгода, пять раз в неделю, по одному часу, потому что... Но полчаса занимало это. И вторые полчаса это разминание там. Косточек всего. Суставная гимнастика по Норбекову. Норбеков. Если вы туда добавите, хуже не будет. Не добавите, тоже ничего страшного. Норбеков. Суставная гимнастика. Суставная гимнастика. Так перед этим разомните так все свои косточки. У Норбекова суставная гимнастика. Возьмите книгу, прочитайте опять же. Опыт дурака или путь к прозрению. Не поленитесь прочесть эту книгу. Опыт дурака или путь к прозрению. Вот там у него выберите... Итак, у него там в этой суставной гимнастике выберите так, что покрутите головой, потом плечики, потом ручки. Вот сейчас, чтобы вы немножечко отвлеклись. Если вы чуть-чуть встанете, одну мелочь покажу, которая вы увидите, насколько она существенна. Вот встаньте, так выпрямите спиночку. Тут удобно встать. Вот встаньте, выпрямите вот так плечики, выпрямите спиночку. Повернитесь так в очках, чтобы вы могли вот так ручкой ладошкой вниз. А ладошкой вниз, а ладошкой вверх, а ладошкой вниз. А теперь смешно опустите ручку вниз, а локоть оставьте вверх. Я называю карамусу. Куда руки-то? Вернули назад, ладошкой вверх, ладошкой вниз. Медленно опускаем только локтя. Локоть сниз не уходит. Висим и проворачиваем от ногтя, проворачиваем от вниз. Вы увидите, кажется, мелочь, но руки сразу, вот эти, плоски уходят вниз, вверх, вверх локоть. Алло, алло, локоть вверх, на место, на уровень плеча, на уровень, вот. О, видишь? А теперь на уровень плеча не уходит, плечо вниз. Вон оно, раз, и тут. Тут? Вот, кажется, мелочь, да? Ручка так, и ручку только чуть поверну, и уже она куда-то. Ну, и вот так. И третья книга, которая спасает при коррекции фигуры, это почитайте. Только не уменьшите увлечься голоданием. Боже упаси. Но почитайте книгу. Самый лучший способ продлить жизнь, это не укорачивать ее. Ну, книга так называется. Поль Брэг. Поль Брэг. Самый лучший способ продлить жизнь, это не укорачивать ее. Ай, как классно. Теперь правила по питанию. Вот отсюда почитайте книжку, правила по питанию. Кушаю все. Все можно кушать. Кушаю все. Но правило первое. Один. Каши на завтрак, на воде, масле растительном. Без капелькой соли. Можно без соли. Все. Каша на воде. Можно солью, можно нет. Помазать растительным маслом. Все. Можно без масла. Без чая. Чай выпейте потом на работе через чай. Там это в книжке есть, да? Ну, он не очень так расписал. Я вам это уже из практики. Притом каши каждый день разные. И никаких хлопьев. Хлопь я только в крайнем случае, если опаздываю. Кашу натуральную, простую. Без всяких. Второе. На обед и на ужин салат перед едой. Обед, ужин. Тарелка салата перед едой. Любой салат перед едой. Нету ничего. Валяется одна морковка и сырая свекла. Потерли, намазали маслом растительным, съели. Орешком поресыпали. Вот салат, когда ничего не купили. Морковка и свекла всегда есть. Это перед едой. Молочка. Убрать молочные продукты в отдельную еду. Никто не говорит, что они кушают. Кушайте сколько хотите молочки. Ну, никакого сыра с колбасой. Никакого творога или там сметаны в борщ. Хотите молочку. Вот сделайте завтрак, обед, ужин чисто молочным. Сладким. Хотите сладким? Сколько угодно. Сделайте себе завтрак, обед или ужин чисто сладким. Торт, печеньки, конфетки. Наедитесь вот так, чтобы больше сглаза не было. Но не смешивайте ни в коем случае никакого десерта возле еды. Это должна быть отдельная еда. Вот отдельный прием пищи. Сладкая – это отдельный прием пищи. Вместо завтрака, вместо обеда или вместо ужина. Мои друзья уже все это знают. Когда я иду на день рождения, на какое-то мероприятие, мне уже заранее в пакетик ставят. Когда Галя дома завтракала, они знают, что я никогда не буду есть. Или если я пошла на свадьбу, которая длится 6-8 часов, то я сперва наелась всего чего-то, пару часов поплеса, а потом уже можно десертить. И все. Остальное не говорите, что надо в чем-то себе отказать в виде. Кушайте все. Раздельное питание полученное. Оно получается не смешивайте, не превращайте ваш желудок в помойное вето. Мясо без картошки и макарон. Мясо с овощами. Мясо, блюдо из мяса, когда готовите, без картошки, макарон и сырок. Мясо без картошки. К мясу овощи и бобовые. Уберите картошку и макароны и сыры от мяса. Сыры – это молочка отдельно. Кто из дела? Кто видел, чтобы свинья или корова кормила взрослые детей? Выросли – все. Вот и все. Если вы это сделаете, мне понадобилось 5 месяцев, день в день, 5 дней в неделю по одному часу. Потом процесс запустился, пошел. Теперь не знаю, как остановить, бы уже меньше, чем я хотела. Но уже 8 лет. Но девочке было смешно, что я еще пошла тренером в спортзал. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. А сейчас? Ну, сейчас уже 75, это мало. Мой энергальный вес – 77, чтобы я себя хорошо чувствовала. Но не знаю, как остановить. Но вы привыкли так есть, поэтому процесс идет. Да. Главное, что нет ограничений в еде, девочки. Самое главное, что нет ограничений в еде. Никто не говорит, что не ешь. И убрать воду или чай, или компот, когда кушаете. Попейте водичку до еды. Выпейте стакан воды. Вот начинайте накрывать обед. Выпейте воду, стакан воды до еды. Ну, не важно там, за сколько. Как вспомнили, так выпьют. А если после еды надо таблетку запить? Ну, запейте двумя глотками воды. Только во время еды ничего не пейте, никаких десертов. И все. Все просто. А фрукты когда вы ели? Между. Завтрак, обед, ужин, где-то там между. Что? Фрукты. Фрукты. Между едой. Между приемами пищи, пожалуйста. Ну, дайте мясу два часа. Большое вам спасибо. Вот попробуйте. Я вам могу здоровья. Попробуйте и звоните, что у вас.